Книга Ричарда Вумбранда «Маркс и Сатана» 9 глава Кому мы будем служить? Под заголовок «Призыв к действию» Эта книга была написана в форме исследования. Христианские мыслители, как и другие ученые, часто поддаются искушению доказывать свое предвзятое мнение. Они не обязательно представляют исключительно правду, а иногда склонны придавать своей аргументации большую важность, чтобы убедить окружающих в правильности личной точки зрения. Я не утверждаю, что представил неоспоримые доказательства того, что Маркс был членом сатанинской секты, поклоняющейся дьяволу. Однако полагаю, что заложил достаточные оснований, чтобы заставить читателя серьезно задуматься об этом. Незирая на то, что в цепочке доказательств, которые могли бы привести к определенному выводу в вопросе влияния сатаны на жизнь и учение Маркса, существует масса пробелов. Мной предоставлено достаточно доводов, чтобы мыслящий человек заинтересовался этим вопросом. Я дал импульс и молюсь, чтобы вы сами продолжили это важное исследование связи между марксизмом и сатанизмом. Между тем, как церковь может победить марксизм. Как светский антикоммунистически настроенный мир может использовать оружие экономических санкций, политического давления, военных угроз и широкой пропаганды. Церковь, безусловно, должна поддерживать любые действия, которые она может поддержать в битве с врагами Бога. Однако у нее есть и собственное оружие. Митрополит украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий попросил Рим свершить молитвы экзорцизма, то есть изгнания демонов, в отношении коммунистов, чей, цитируется, режим не может быть объяснен иначе, как массовой демонической зависимостью. Иисус не говорил своим ученикам жаловаться на демонов. Он изгонял их. Евангелие от Матфея, 10 глава, 8 стих. Я верю, что это может быть эффективно достигнуто, хотя в этой книге и не вдаюсь в подробности о такой молитве. Под заголовок. Отзывы читателей. Первые издания этой книги вызвали интересные отзывы. Многие приветствовали ее как открытие новых граней в понимании марксизма и дали ценные советы для поиска новых материалов. Один голландец посвятил ей несколько колонок в богословском журнале, дабы свести до минимума значимость этого вопроса. Он допускает, что Маркс занимался черной магией, но это, по его мнению, мало о чем свидетельствует. Цитата. Все люди грешны, но далеко не все преступники. Все люди грешники, но некоторые из них убийцы, а некоторые грешники могут быть относительно справедливыми судьями, судящими их. Конец цитаты. Преступления коммунизма остаются непревзойденными. Какая еще когда-либо существующая политическая система за полвека смогла уничтожить 60 миллионов человек, как это сделала советская власть? Еще 60 миллионов были уничтожены в Красном Китае, а сколько в Северной Корее и других, чуть меньших коммунистических государствах? Существует различная степень греховности и преступности. Преступления коммунизма обусловлены высокой степенью сатанинского влияния на его основателей, вождей и высшее руководство. Грехи марксизма, как и грехи нацизма, превосходят обычную меру и оба имеют сатанинский характер. Я, говорит автор, получил также письма от сатанистов, защищавших свою религию. Один из них писал. Для оправдания сатанизма достаточно Библии. Подумайте лишь о многих тысячах людей, созданных по образу Божию, которые были уничтожены огнем и серой, Содома и Гомор. Смертельной чумой и, наконец, об уничтожении всего населения Земли, за исключением ноя и его семейства. Все эти опустошения совершались милосердным, в кавычках, Богом, Господом и Иеговой. Как же поступил бы немилосердный Бог? Но во всей Библии не упомянуто ни об одной смерти виновником, который был бы сатана. Да здравствует сатана! Конец цитаты. Этот сатанист не очень внимательно изучал Библию. Смерть пришла в мир именно через лукасто сатаны, который вовлек грех Еву. Кроме того, этот сатанист поторопился со своими заключениями. Бог еще не закончил творение. В начале работы над картиной она является собой непонятную смесь линий и точек. Леонордо да Винчи потребовалось 20 лет, чтобы создать Монолизу. Так же и Бог творит постепенно. Он придает своим творениям форму, потом снимает их, сминает, чтобы придать им новую форму, чтобы стать прекрасной бабочкой. И гусеница должна умереть. Бог проводит человека через очищающий огонь страданий и смерти. Апофеозом творения будет новое небо и новая земля, где восторжествует справедливость и праведность. А те, кто следует за сатаной, в вечности будут страдать от мук и сожалений. Иисус пережил бичевание и распятие. Тот, кто хочет познать Бога, должен искать за пределами гроба. Он должен сосредоточить свое внимание на воскресении и вознесении Спасителя. Те, кто замыслили Его смерть, принесли и себе, и людям, и храмам только погибель и разрушение. Наши критики хотят постичь Бога разумом, который не является подходящим инструментом для этого. Бога невозможно понять разумом, однако можно воспринять верующим сердцем. Житель острова Ямайка спрашивает, может ли быть, что США, эксплуатирующая его страну, так же, как и Маркс, одержимы сатаной? Конечно же нет. Американцы грешники, как и все люди. Но сатанистами являются лишь те, кто сознательно поклоняется дьяволу. В США существует небольшая группа почитателей сатаны. Однако американский народ в целом ему не поклоняется. В журнале «Наука и религия», одном из ведущих советских атеистических журналов, была опубликована статья двух философов – Белова и Шилкина, под названием «Вурмбранд в поход собрался». В которой они писали «Темпераменту Вурмбранда могли бы позавидовать самые известные футболисты. Его критика марксизма – нечерезнораздельный вопль, призывающий к крестовому походу против социализма, который он называет отродьем дьявола. Он сидел в румынской тюрьме за распространение изданий религиозного содержания, призывающий к свержению правительства». Конец цитаты. К этой статье хочется сделать комментарий. Во-первых, за мою книгу «Карл Маркс – сатанист» меня прозвали «Чертовым пастором», хотя никто из критиков не смог привести ни одного доказательства во проезжение документов, указывающих на связь Маркса с сатанинской сектой. Во-вторых, в этой статье авторы хвалят всех критикующих меня христианских деятелей, даже антикоммунистов. «Может быть, они и противники коммунизма, думают авторы, но поскольку они против Вурнбранда, заядлого врага коммунизма, то в данный момент заслуживают одобрения». Исследователь Ивангельского движения в СССР после Второй мировой войны Вальтет Завадский пишет, «Для Запада задача обличить и скомпрометировать коммунизм превалировала над задачей защитить советских верующих. В идеологической войне использовались непроверенные слухи преувеличения или фальсификации». Известен скандальный случай, когда руководитель миссии «Иисус коммунистическому миру» Ричард Вурбранд опубликовал под видом юных советских узников за веру фотографий голландских малышей, вышедших из плавательного бассейна. В то же время международная огласка иногда сдерживала советских политиков и влияла на решение судов над верующими. Если имя религиозного активиста было известно с рубежом, к нему могли проявить снисхождение. Например, в 1979 году из СССР был выслан вместе с семьей секретарь Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов С.Ц.Е.Х.Б.Г.П.Винц. Цитата закончена. Одно замечательное письмо пришло от нигерийца, который в течение двадцати лет возглавлял марксистский профсоюз. Мои труды помогли ему увидеть, что сатана сбил его с пути. Более того, он стал христианином. Десятая глава. Маркс или Христос. Под заголовок слова к марксисту. Многие нынешние марксисты не отравлены духом, который владел Гессом, Марксом, Энгельсом и другими. Они действительно любят человечество и верят, что принимают участие в борьбе за торжество добра и справедливости. Они не имеют ни малейшего желания быть инструментом какой бы то ни было сатанинской секты. К сожалению, сатанинский марксизм пропагандирует материалистическую философию, которая делает его приверженцев слепыми к духовной реальности. Но существует нечто помимо материи. Это мир Духа Божьего, истины, красоты и высших идеалов. Однако есть также и мир злых духов, во главе которых стоит сатана. Из-за своей гордыни он был низвергнут с неба и увлек за собой сотни ангелов. Затем он соблазнил прародителей человечества. После грехопадения его обман не просто продолжает жить, но и умножается. Мы видим, как прекрасное Божие творение разрушается мировыми войнами, кровавыми революциями и контрреволюциями, диктатурами, эксплуатацией, всевозможными расизмом, лжерелигиями, агностицизмом и атеизмом, преступностью и обманом, неверностью в любви и дружбе, разбитыми браками и бунтующими детьми. Человечество потеряло представление о Боге. Но что же оно приобрело взамен? Что-то более высокое? Каждый человек нуждается в том, чтобы следовать какой-либо религии. Этому способствует его жажда поклонения. Если он не исповедует религию и поклонение Богу, то будет поклоняться сатане. И преследовать тех, кто не поклоняется его, в кавычках, Богу. Предположительно, лишь немногие члены высшего коммунистического руководства были и являются сознательными сатанистами. Однако существует также и неосознанный сатанизм. Человек может быть сатанистом, не подозревая даже о существовании такой религии. Если он ненавидит Бога и Христа, если он живет так, как будто он всего лишь материя, если он отрицает религиозные и моральные принципы, то на самом деле является последователем сатаны. По воскресениям в западногерманском городе Франкфурт все больше людей посещают спиритические собрания, где вызывают духов умерших, чем церковные богослужения. В Мюнхене и Дюссельдорфе действуют известные сатанинские, так сказать, церкви. Таких, в кавычках, церквей много и во Франции, в Великобритании, в США и в других странах. В Великобритании известным фактом является существование 35 тысяч практикующих ведьм. Американские университеты и даже средние школы предлагают курсы по колдовству, астрологии, вуду, магии и экстрасенсорике. Во Франции ежегодно проводится 40 тысяч черных мест. Люди могут оставить Бога, но Бог не оставил свои создания. Он послал в мир своего единородного Сына Иисуса Христа, чтобы спасти человечество. Воплощенная любовь и сострадание пришли на землю в жизни бедного еврейского ребенка, затем скромного плотника и, в конечном счете, учителя праведности. Сбитый с толку человек не может спасти себя сам, как и тонущий человек не может вытащить себя из воды. Поэтому Иисус, понимая наши внутренние конфликты, взял на себя все наши грехи, включая грехи Маркса и его последователей, и понес наказание за то, что мы сделали. Он искупил нашу вину, умерев на Голговском кресте, перенеся ужасные унижения и мучительную боль. Теперь у нас есть обещание, данное Богом в его слове, которое гласит, что всякий, кто верит в него, прощен и будет жить с ним в вечном раю. Даже самые пресловутые марксисты могут получить спасение. Стоит отметить, что на два советских лауреата Нобелевской премии, Борис Пастернак и Александр Солженицын, оба бывшие коммунисты, Описав ужасы преступлений сатанистского марксизма, уверовали во Христа. Светлана Аллилуева, дочь Сталина, худшего из массовых убийц марксистов, Также верила в Бога и приняла крещение в православной церкви. Давайте вспомним, что высшим идеалом Марса было попасть в ад и утянуть туда за собой человечество. Давайте не будем следовать за ним по этому порочному пути, а последуем за Христом, Который ведет нас наверх к вершинам света, мудрости и любви, к небу неописуемой славы. Под заголовок «Глубокая пропасть». Сравнить Иисуса с Марсом невозможно. Иисус принадлежит совершенно другому царству. Между ними существует глубокая пропасть. Маркс был человеком и, вероятно, поклонником сатаны. Иисус же есть Бог, уничиживший себя до уровня человека, чтобы спасти его. Маркс предлагал человеческий рай, который, когда советы пытались его построить, оказался адом. Царство Иисуса не от этого мира. Это царство любви, праведности и правды. Он призывает всех, включая марксистов и сатанистов, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Все, кто верит в Него, будут иметь жизнь вечную, в Его небесном раю». Христианству невозможно согласиться с марксизмом, так же, как Бог не может согласиться с дьяволом. Иисус пришел, чтобы уничтожить дела сатаны. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. Поскольку христиане следуют за Ним, они стремятся уничтожить марксизм, сохраняя при этом любовь к отдельному марксисту и пытаясь привлечь его ко Христу. Некоторые утверждают, что они являются христианами-марксистами. Такие люди либо обманщики, либо обмануты. Быть христианином-марксистом так же невозможно, как быть христианином, поклоняющимся дьяволу. За прошедшие годы сатанинские цели марксизма не изменились. Марксистский философ Эрнст Блох в своей книге «Атеизм. Христианство» пишет. «Соблазнение первой человеческой четы змеем открывает путь спасения человечеству. И так человек начинает становиться Богом». С маленькой буквы. Это путь восстания. Священство и торговцы подавали эту истину. «Первородный грех состоит в том, что человек не хочет быть похожим на Бога. Человек должен победить власть. Теология освобождения диктует, чтобы человек победил Божью силу. Мир должен быть преображен в образ человека. Там не должно быть никакого рая вообще. Вера в личного Бога – это грехопадение». Конец цитаты. Между христианством и коммунизмом существует пропасть, которую можно преодолеть только одним способом. Марксисты должны отказаться от своего черпающего вдохновения у дьявола-учителя, покаяться в своих грехах и стать последователями Иисуса Христа. Марксисты озабочены социальными и политическими проблемами, однако их придется решать вне марксизма. Для маркса социализм был только маскировкой. Его целью было разрушить человечество, обречь его на вечность без Бога, исполнить дьявольский план. Противоположность этому Христос желает нашего вечного спасения. Ведя борьбу с коммунизмом, христиане ведут, цитата, «брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Новый Завет, послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Каждому из нас приходится выбирать не только между абстрактным и добром, но и между Богом и сатаной. Маркс верил в Бога и ненавидел его. Даже в старости он поклонялся сатане. Рядовому марксисту и сочувствующему марксизму человеку не нужно следовать в этом духовном заблуждении за основоположником марксизма, а отвергнуть буржуа Маркса, несущего тьму, и фабриканта Энгельса о соответствии с марксистской догмой эксплуататоров. Давайте же выберем свет мира и главного благодетеля человечества Иисуса, настоящего пролетария-плотника, спасителя и Господа всего. Под заголовок пролетарии всех стран, простите, то, что сатанизм марксизма опустошил мир ужасно. То, что он проник в умы людей, занимающих высокое положение в церкви, немыслимо. Тем не менее, это так. Покойный Папа Иоанн Павел I высоко оценил профессора Итальянского университета Джузеппе Кардуччи как пример отличного воспитателя молодежи. Кто же этот человек, рекомендуемый таким авторитетным христианином, как Папа Римский? Кардуччи прославился написанием гимна Сатане, в котором есть такие слова. Песнь моя во славу, храбрых да великих, чтобы ты правил балом, Сатана-Владыка. Брось-ка, поп-кадила, приглуши молитвы, Сатана с тобою. Не оставит битвы, славься же, о дьявол, о стезя восстания, о отмещение мыслей разума и знания. Ты вкушаешь запах ладана и слова, и поповский сброшен с неба иегова. В 1949 году один из советских генералов сказал католическому священнику Веринфриду Ван Страктену «Мы элита Сатаны, а являешься ли ты элитой Бога?» В этой книге много сказано о том, как далеко готовы зайти поклонники дьявола. Пусть их преданность злу станет для нас стимулом вести себя, как избранные Богом. В 1982 году, когда в Польше было объявлено военное положение, на стенах домов появились насмешливые надписи. Вместо обычного высказывания Маркса «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», было написано «Пролетарии всех стран, простите меня». Прочитав эти слова, я вздрогнул. Во время написания этой книги я посвятил множество бессонных ночей размышлений о том, что должно быть переживал Маркс, видя в аду реки слез и крови, пролитые по его вине. Иисус рассказал историю о богатом человеке, пылающем в вечном огне, который горячо желал, чтобы его братья были предупреждены и не оказались в том же месте мучений. Возникло ли у Маркса такое же желание предупредить своих последователей, чтобы они не шли по его стопам, ведущим к погибели? Правы ли были поляки, перефразировавшие слова Марса, пролетарии всех стран, простите меня? Действительно ли он взывает из огня, как это может быть на самом деле? Цитата «Прошу, пошлите к моим соратникам, пусть им засвидетельствуют, чтобы и они не пришли в это место мучений». Сноска «Смотри, Евангелие от Луки, 16 глава, 27 и 28 стихи». Советские коммунисты нанесли ущерб своему делу, отрекшись от Сталина, бывшего когда-то их кумиром. Можно только догадываться, почему они допустили такой переворот в политике, поскольку убирать тело Сталина из Мавзолея было явно не в интересах их дела. Точно так же китайские коммунисты нанесли вред своему делу, отрекшись от Мао и заключив в тюрьму его жену. Возможно, в глубине души советские и китайские коммунистические руководители чувствовали тоже, что, как хотелось бы верить, сейчас является горячим желанием их бывших идолов, слишком поздно раскаившихся в том, что они сделали и куда повели своих последователей. «Что же касается меня, говорит автор, я люблю каждого человека, включая марксистов и сатанистов. Если бы Маркс, Энгельс и Мозес Гесс были живы сегодня, то моим горячим желанием было бы привести их к Иисусу Христу, который один может исцелить больные души людей и очистить их от греха. «Таково мое желание и относительно вас, мои читатели», – говорит автор Ричард Вурбрандт. «Вы прошли со мной по страшным страницам этой книги. Теперь я призываю вас тщательно поразмышлять о прочитанном, пока еще не поздно. Оставьте сатану его злых поклонников. История доказывает, что он никогда не сохраняет верности тем, кто ему служит. Поэтому выберите жизнь, любовь, надежду и небеса. Марксисты и пролетарии всех стран, объединяйтесь вокруг Иисуса Христа». Приложение. «Может ли христианин быть коммунистом?» Под заголовок «Марксистское христианское богословие». Эрнеста Кардиналь, католический священник, коммунист и член коммунистического правительства Никарагу. Он также является одним из наиболее выдающихся представителей так называемой теологии освобождения, существующей и в католицизме, и в протестантизме, и стремится сочетать христианство с коммунизмом. Вот несколько выдержек из его книги «Час ноль». «Мир совершенного коммунизма – это царство Божие на земле». Это одно и то же для меня. «Через Евангелие я пришел к революции, не через Карла Маркса, но через Христа. Евангелие заставило меня стать марксистом. Я считаю, что у каждого своя миссия. Моя поэта и пророка. Кастро сказал мне, что качество хорошего революционера – это и качество хорошего священника. Давайте не будем забывать, что первые христиане были лучшими христианами, то есть революционерами и мятежниками. Марксизм – плод Евангелия. Без христианства марксизм был бы невозможен. И пророки Ветхого Завета – предшественники Маркса. Мне кажется, что с изменением системы производства можно добиться жизни с Евангелием». Конец цитаты. Мексиканский иезуит Хосе Миранда в своей книге «Маркс и Библия» говорит, что «10 заповедей являются марксистскими, а также первая заповедь – любить Бога. Для Него любить Его превыше всего – значит любить справедливость. Если церковь когда-либо утверждала что-то еще, это чудовищно. Я верю, что коммунисты даже принадлежат к церкви. Я верю, что в истинную церковь входят многие, кто не считает себя христианами, даже те, кто считает себя атеистами. Многие из них принадлежат к церкви больше, чем те, кто сидит в римской кореи. Со времен Константина церковь проституирует, ассоциируясь с властью. Если бы Маркс прочитал Писание христиан, а Лев VIII Маркса, то конфликта между марксизмом и христианством сегодня не существовало бы. Множество передовых теологов, рабочих священников, и революционеров, которые трудятся во имя будущего – это наиболее передовая группа церкви, заслуживающая максимального доверия. Я считаю, что именно эту группу вдохновляет непосредственно Святой Дух. Для меня Бог Библии – это также Бог марксизма-ленинизма. Апостол Иоанн говорит «Никто не видел Бога». То, что говорят марксисты и атеисты, очень похоже на то, что говорит Святой Иоанн. «Бога никто не видел». Конец цитаты. Другой писатель цитирует Кардиналя. «Я, прежде всего, революционер, и как таковой борюсь за социалистическую страну, которая сейчас находится в процессе прохождения диктатуры пролетариата, когда он, конечно же, не может проявить себя слабым по отношению к врагам своего отечества, даже в моментах, когда приходится казнить людей». Конец цитаты. «Само собой разумеется, что человек, который так мыслит без проблем, восхваляет режим на кубе, как образец свободы. Теология освобождения, так называемая, не является изолированным явлением. Она – побочный продукт общей тенденции к синтезу марксизма и христианства. Это также проявляется в различных формах компромиссов политики, искусства, экономики и т.д. Открытию Центра изобразительного искусства имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в 1971 году два еврея Бернстайн и Шварц посвятили мюзикл Месса, в котором во время пения «Кире Элесион», «Глория Ин Эксельсис Део» и «Кредо» певцы и танцоры восклицали. Песнопение из литургии «Бог дал нам власть, Бог дал нам крест, мы превратили их в меч, мы используем его святые указы, чтобы делать, что вздумается, да уж, дай нам что-нибудь, или мы начнем заниматься вымогательством, нам надоело твое небесное молчание, мы используем свою власть с жестокостью». Мультимиллионеры, так называемые христиане, присутствующие на концерте, вместе с остальными бурно приветствовали это произведение. К аплодисментам присоединились и их жены, одетые в длинные платья с декольте и украшенными драгоценностями. Такие произведения, к сожалению, теперь являются привычными. Я могу понять людей, подобных священнику Квардиналю. Он выражает чувство солидарности с коммунистами, которые кажутся защитниками дела бедных. Защита бедных – это дело близкое также и сердцам христиан. В Библии Иов назван праведным человеком. Он описывает своим сомнительным друзьям свои жизненные ценности. «Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Отцом был я для нищих. И тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно». «Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенная». Библия, Ветхий Завет, книга Иова, 29 глава, 12, 16 и 17 стихи. Такие слова могли бы принадлежать и любому революционеру. Иов продолжает. «Не плакал ли я о том, кто был в горе, не скорбела ли душа моя о бедных? Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему?» Библия, Ветхий Завет, книга Иова, 30 глава, 25 стих, 31 глава, 13 и 14 стихи. «Истинные верующие всегда так мыслили. Утверждение кардиналя о том, что, цитата его, «со времен Константина церковь проституирует, ассоциирует с властью», не соответствует действительности. Например, гражданская война в США, которая привела к отмене рабства, началась из-за влияния романа «Хижина дядя Тома», написанного христианкой Гориет Бичерс Том, которая впоследствии воздала славу за написание этого произведения Господу, утверждая «это написал Господь». Во время причастия она увидела видение старого раба, избиваемого до смерти белым. Этот случай стал предысторией написания произведения о порке дяди Тома, предыстории, ставшей динамитной шашкой, подорвавшей основу рабства. Чарльз Сперджан, один из величайших баптистских проповедников, также был ярым борцом с рабством. Он писал, если рабство не является неправильным, то не существует ничего плохого. Уилл Берфорс, христианин и капиталист, способствовал отмене рабства в Британской империи задолго до Гражданской войны в Америке. Линкольн, также христианин, издал прокламацию об освобождении, благодаря которой рабы в США получили свободу. Так называемая теология освобождения, которая игнорирует эти факты, широко распространена в странах Третьего мира. Его теоретики могут называть себя христианами только благодаря хаосу, в данный момент присутствующему и широко распространенному в мышлении Церкви. Согласно указу Священного управления Римской католической Церкви, от 28 июля 1949 года, следующей категории католиков следовало отлучать от Церкви всех, двоеточие, принадлежащих коммунистической партии, пропагандирующих ее любым способом, голосующих за нее и ее кандидатов, пишущих для коммунистической прессы, читающих и распространяющих ее, состоящих в любой коммунистической организации, исповедующих материалистическое и антихристианское учение атеистического коммунизма, защищающих и распространяющих его, что касалось также ассоциации с любой партией, сотрудничающей с коммунистами. Многие из теологов-революционеров принадлежат католической Церкви только формально и все же имеют большое влияние среди верующих. В православных церквях также существует тенденция использовать духовную энергию, пробуждаемую и направляемую религией на благо коммунизма. Богословы, так называемая теология освобождения, провозглашают земной рай. Коммунизм – это рай, капитализм – его враг. Церковь больше не ждет пришествия Иисуса. К его пришествию приравнивается триумф коммунизма. Это объясняет, почему в Румынии, Чехословакии и других коммунистических странах ненавистное к Богу коммунистическое правительство платило духовенству. Следует отметить, что среди католиков и православных есть немало епископов, противящихся к погружению в политику и стремящихся к более глубокой духовной жизни. Не все поклонились Ваалу. Что же касается протестантов, то 26 февраля 1966 года, во время слушания комиссии Палаты представителей США по расследованию антиамериканской деятельности, ее генеральный советник Ричард Аренс заявил, «На данный момент в руководстве Национального Совета Церквей нами выявлено свыше ста человек, связанных с коммунистами или служащих им. На самом деле число таковых в Совете исчисляется тысячами». Конец цитаты. Всемирный Совет Церквей годами субсидировал коммунистических партизан в Африке. Католик Густаво Гутьерес писал в своей теологии освобождения, «Церковь должна позиционировать себя прямо в процессе революции». А лютеранский богослов Дороти Солля добавляла, «Мы находимся в начале новой главы в истории христианства, она не будет написана без Карла Марца. Это факты, известные и неоспоримые, отображающие то, что происходит во Вселенской Церкви. Мы не прислушиваемся к предупреждению Господа остерегаться волков в овечьей шкуре. Мы забываем, что худшие из людей могут красиво говорить». В 1907 году немецкие социалисты открыли свою конвенцию гимном Лютера «Могучая крепость», в которой заменили слово «Бог» на «Социалистическая лига». Некоторые революционные группы практиковали крещение. Одна из них проводила служение с причастием, во время которого пастор провозглашал «это тело хлеба, которое богатые должны бедным». Революционные группы говорили о «святой коммунистической церкви», «эголитарной церкви, вне которой нет спасения». Их молитва гласила, так называемая, «нет хозяев и слуг, аминь». Деньги и собственность должны быть отменены. Дьявол маскируется под ангела света. Когда коммунисты пришли к власти, последовали беспрецедентные убийства, которые затмили даже холокост Гитлера. Их жертвами стали и те священники, которые были на стороне коммунизма. Если коммунизм покорит страны третьего мира, вместе с теми, кто выступил против этой идеологии, в тюрьмы сядут и сторонники так называемой теологии освобождения. Под заголовок «совершенный коммунизм, царство Божие на земле?» Кардиналь говорит «коммунизм и царство Божие для меня одно и то же». Само слово «коммунизм» расплывчато. Под этим понятием подразумевается лишь экономическая система, при которой каждый будет работать в соответствии со своими способностями и получать в соответствии со своими потребностями. Не будет ни государства, ни разделения мира на страны и социальные классы, потому что средства производства будут принадлежать всему человечеству. Предположим на миг, что этого возможно достичь. Тогда где же в этом всем место Бога? Можно ли коммунистическое общество приравнять к Божьему царству? Пожелает ли общество неверующих, более того, людей, которые ненавидят и презирают Бога, жить в Его царстве? Писание утверждает, что когда царство принадлежит Господу, цитата из Библии, «вспомнят и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся все племена язычников». Ветхий Завет, Библия, Псалмы, 21 Псалом, 28 стих. «Царство Божие не будет обществом без гражданства, и в нем владычество, и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Библия, Ветхий Завет, книга пророка Даниила, 7 глава, 27 стих. «И это царство, созданное не политической партией, а самим Иисусом, Сыном Человеческим». Евангелие от Матфея, 16 глава, 28 стих. «Очевидно, что там не будет бедствий, от которых страдает общество, таких как войны, голод, эпидемии, загрязнение окружающей среды, несправедливость, эксплуатация, расизм и так далее. «Царство Божие будет царством праведности, мира, любви, радости. В нем мы будем жить в обителях Отца и владеть ими». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих. «Отец кардиналь, утверждающий, что он пророк, в кавычках, должен знать, что сказал его библейский предшественник Михей». Цитата из Библии. «В последние дни каждый будет сидеть под свою виноградную лозой и под свою смоковницу». Ветхий Завет, книга пророка Михея, 4 глава, 1 стих. Пророк Исаия также поддерживает эту идею. Цитата из Библии. «И будут строить домы и жить в них и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих». Ветхий Завет, книга пророка Исаии, 65 глава, 2 стих. Таким образом, писание поддерживает идею частной собственности. Как же будет выглядеть идеальный коммунизм в реальности? Совершенно как мы, люди, понимаем его, является результатом многолетних усилий в области спорта, музыки, набора текста или любых других навыках. В музыке скрипачь совершенствует исполнение концерта Бетховена, регулярно занимаясь на скрипке. Питчер в бейсболе достигает успеха, также совершенствуя свою технику во время интенсивных тренировок. Совершенного коммунизма, описываемого как экономическое освобождение, свобода, мир и справедливость, можно достигнуть только посредством ведения политики доброжелательности, справедливости и миролюбия в обществе, которому он надеется принести пользу. Вместо этого на протяжении многих десятилетий коммунисты заключали в тюрьмы, пытали и терроризировали сотни миллионов людей. Как такая политика может сформировать справедливое, доброжелательное, любящее общество? Христианский коммунизм – это утопическая невозможность, кошмар, так называемая теология освобождения, явный абсурд, оксюмарон, противоречащий друг другу термины. Какое общение праведности с беззаконием, что общего у тьмы, у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Новый Завет, 2-е послание Коринфянам, 6-я глава, 14-15 стихи. «Нельзя служить Богу и мамонне», сказал Иисус. «Выбери сегодня, кому ты будешь служить». Содержание. Введение. Третья страница. Первая глава. Изменение приверженности. Начало пятая страница. Вторая глава. «Против всех Богов». Начало семнадцатая страница. Третья глава. «Разрушенная вера». Начало с тридцать пятой страницы. Четвертая глава. «Слишком поздно». Начало с сорок шестой страницы. Пятая глава. «Жестокий обман». Начало с пятьдесят второй страницы. Шестая глава. «Духовная война». Начало с семьдесят пятой страницы. Седьмая глава. «Маркс, Дарвин и революция». Начало с восемьдесят шестой страницы. Восьмая глава. «Ангелы света». Начало со сто шестой страницы. Девятая глава. «Кому мы будем служить?» Вопрос. Начало со сто девятнадцатой страницы. Десятая. «Маркс или Христос?» Вопрос. Начало с сто двадцать четвертой страницы. «Приложение». Начало со сто тридцать первой страницы. Конец книги Ричарда Вумбранда «Маркс и Сатана». Богу слава во веки веков. Аминь.